Доброго дня! 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 уже, конечно, становится очень и мало становится. Конечно, вот это мы как раз и хотели. Можно погрузиться в небольшое время туда. В программе мы как раз и хотели вот эту историю немножко вернуть обратно. Потому что это всегда были выходные, это всегда был огромный и праздник был, это всегда было веселье, это был всегда шум, это всегда была очень такая... Ну, и выходные проходили очень ярко. Елена, ну есть ли какой-то, я не знаю, с точки зрения главного хормистера, ну прям очень принципиальный отбор, такой прям вот, прям дотошный какой-то, вот все, чтобы было четко, чтобы все было чистенько, красиво. Вот прям вот так есть или все-таки, может быть, какие-то, я не знаю, интересности расскажете к подготовке? Я думаю, что непосредственно в каждой концертной программе хормистер, главный хормистер, он всегда готовит хор к тому, чтобы зрителю был понятен текст, это раз, о том, чтобы все созвучия были чистые и красивые, чтобы музыка звучала интересно для слушателя, прозрачно. Ну, соответственно, что мы готовим новые произведения, это будет сюрпризом для публики, мы готовим такие вещи, которые как бы зрителям известны, но они будут в новом прочтении. Что-то хитрый взгляд такой, Елена, сейчас чего задумали интересного? Ну, хотя бы чуть-чуть расскажите. Ну, можно сказать чуть-чуть, что две и вещи, это одну вещь нам и написал и Сергей Войтенко, и наш, и Сахисамалец, а вторую песню, и музыку для этой, и песни, и написал Александр Большаков. Так что вот именно здесь, да, и Хисамарский композитор и поэт. Друзья. Он тоже нам даже там сделал небольшие и правки сделал, так что там... Всех подключили. Ну, да, состараемся сейчас всех подключать к нашим и новым работам. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Если есть какие-то вопросы нашим гостям, смело можете задавать их, ну и мы давайте немножко как-то пообщаемся с вами. Может быть, вы нам расскажете автора или историю песни «Самара-городок», то, что знаете, то, что слышали. Ну, а уж если расскажете действительно какую-то заманчивую, может быть, историю, связанную с этой композицией, любую, мне кажется, будем сегодня слушать то, что вы об этой песне знаете, то, что вы хотите нам рассказать. Звоните 202-11-22, назовите автора, и, собственно, если это у вас получится, мы смело вам отдадим приглашение на двоих на этот замечательный концерт «Самара-городок», «Эх, Самара-городок» от Волжского народного хора. Что увидят зрители? Вот, я так понимаю, солисты тоже будут, танцы будут? Будут и солисты, будут и дуэты, и будут квартеты, и все это будет сочетаться, и соло мужчин и женщин, ну, как обычно, это используется, для украшения музыкального произведения, конечно, будут яркие песни и лирические произведения, и яркие танцы, и прекрасные музыкальные композиции, инструментальные. Будет достаточно интересно, мы, вы, все зрители смогут окунуться именно в ту купеческую «Самару». Я предлагаю видео посмотреть, одного, один фрагмент из-под дуба, из-под вяза, что-то есть сказать к этому? А там все будет и видно будет. Давайте, посмотрим, споем. Кто не видел вдруг. Кто не видел вдруг, да. Но прежде давайте принимать телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Валентина. Валентина, очень приятно. Знакомы ли вы с творчеством Волгского народного хора? Да. Может быть, есть кто-то полюбившийся? А в Самаре городок. Ага, то есть, вон оно что. Знаете ли, может быть, какую-то историю связанную с этой песней? Может быть, автора знаете? У меня автора знает. Костин Андрей Филиппович. А история связана… Я сама лишь развелась, вся жизнь связана. А сейчас в трамвае едешь, это мелодия этой песни звучит. В поездах едешь, на вокзале звучит эта песня. То есть, так или иначе, в любом случае, наш город с этой песней ассоциируется у вас? Да, я куда бы ни приехала, спрашивают откуда. Если скажешь и сама, сразу все поют эту песню, все ее знают. Спасибо вам большое, друзья. Какая у вас история связана с песней «Самара городок»? Я думаю, что наверняка кто-то что-то вспомнит. Может быть, бывали в каких-то других городах, может быть, встречали здесь у нас гостей из других городов. Ну, просто интересно. Может быть, какую-то, знаете, свою версию этого куплета, какого-нибудь хорошего, веселого, задорного. Можете нам спеть, не стесняйтесь. Ну, а мы смотрим фрагмент из-под дуба, из-под вяза. Что для настроения сейчас нужно, мне кажется, как раз-таки подпеть и, может быть, даже пританцевать. Возвращаемся в студию потом. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Три истории. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА